Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наступает середина лета, июль месяц. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. И чем будет больше вас подписано, тем больше нас посмотрят и узнают, что же с собой несет с точки зрения астрологии июль месяц. Итак, мы подбираемся к середине лета, времени отпусков, расслабления даже во время войны. Нужно немножко расслабиться, потому как наступает у нас сезон раков, июль месяц раков. Что же нас ждет в этом месяце, какие удачные периоды, какие хорошие настроения может что-то внести, в том числе и нападение наших войск. Ну а когда лучше занюдиться и отдохнуть, сейчас вы обо всем меня узнаете. Очень важный июль, важным астрособытием, которое случается раз в полтора года, и заставляет нас пересматривать наши отношения к финансовой стратегии и любви. Это речь идет у нас о ретроградности планеты Венера. Мы уже все наслышаны о ретроградности Меркурия, но вот Венера гораздо реже бывает ретроградной, но редко, но метко, как говорится. В то же самое время в июле Марс свидет знак Зодиака, то есть активного огнестрельного льва, перейдет спокойный знак Девы, довольно-таки расчетный, четкий, прагматичный. Она такая же и война будет, такая же прагматичная, скорее всего, при Марсе в Деве, да. И Марс будет стремиться упорядочить все, что наворотил до этого, в том числе и, значит, группа войск НАТО будет упорядочить этого дьявола Путина, который все наворотил до этого нам. Итак, это произойдет 10 июля, Марс в знаке Девы будет находиться до 27 августа, вот, поэтому такая планомерная, четкая, поступательная, шаг за шагом, да, значит, кочка за кочкой, траншея за траншеей, да, вот это планомерное мелкое наступление, пением, да, как говорил Путин, курочка по зернышку, да, и грызет. До 27 августа у нас намечается львиная активность, этот мощный запал, да, может быть, снесем на разрушение, к сожалению, значит, новой каховки ГЭС, да, нам пришлось перестроить свое нападение, и оно теперь будет не активным, мощным и будет в пустыне, да, вот, а вот такое скрупулезное, четкое, рациональное, думчивое действие от Дева, Ну и Марс в Деве говорит о терпении, нужно терпеть, вот, и должно хватать этого терпения даже на самые нудные скрупулезные дела, по крайней мере, символ июля месяца, это, конечно, кто не работает, тот не ест. Первая декада месяца, когда Меркурий будет идти по знаку рака, может оказаться более эмоциональной, многие будут чувствительны к словам и могут легко обижаться, да, очень много может быть ссор среди семейных, в эти дни слово может быстро попасть глубоко в сердце, Поэтому в рекламных целях важно использовать подходящие слова и социации, которые могут трогать душу, поэтому, если кто хочет сделать какую-то рекламу в июле месяце, да, то в первой декаде нужно стремиться вот на эмоциях выезжать. А с 11 июля по 29-е у нас в Меркурий будет уже находиться в царственном ярком знаке льва. В этот период люди могут становиться более разговорчивыми, менее чувствительными, будет желание притягивать внимание яркими словами, но в разговорах в части может всплывать даже некая театральность. Это время споров, доказания своей правоты, а не желание послушать или там что-то узнать у собеседников. Учитывайте эти периоды, если хотите произвести впечатление на других людей. Итак, у нас главное событие месяца Нептуна 1 июля становится ретроградным. Его ретроградность уже начала проявляться в июне месяце, поэтому с Нептуном связаны всякие водные катастрофы. Вот, кстати, я спрогнозировал, у меня спросили на Униане прогноз мой по техногенным катастрофам. Вот в июне он четко, точно совпал с той ужасной ситуацией, которая происходила на Новокаховской ЭГС. Ну, Нептуна и дальше водные стихии, могут быть затопления, дожди, грозы, ураганы, да, и даже вот батискавка, затонул Титан возле Титаника. Поэтому всякие морские неприятности на ретроградном Меркурии на его повороте 1 июля могут продолжаться. Значит, также нас ожидают два новолуния и полнолуния, да, 3-го числа у нас ожидается полнолуния в 14.39 по Киеву, да, и, значит, 17-го июля нас ожидается новолуния в 21 час 32 минуты. А почему бы немножко дальше, ниже, и я вам повествую. Итак, полнолуния с разрядкой на Юпитер не будет слишком агрессивным и каким-то стрессовым, ужасным, да, информацией, ритуальные занятия, значит, здравый смысл, и умение посмотреть на ситуацию с высоты, благодаря Юпитеру, помогут вам легче решать задачи, которые станут вами и двигать в это время. Полнолуния будет опираться на Юпитер, но и на Сатурн, формируя очень такой самокомпенсирующийся конфигурацию под названием трапеции. Ну, не случайно вот Юпитер и Сатурн сблизились 19-го, значит, июня, и я еще тогда сказал, что что-то такое произойдет в мире, суперклассное, благоприятное, и звезды сошлись, мой прогноз абсолютно сбылся. Ну, если вы можете посмотреть, да, на предыдущий месяц, я говорю, что на прогноз о предыдущем месяце, что 19-го июня будет один шаг к миру на планете Земля, и очень такое благосклонное влияние Сатурна и Юпитера, они вот так встретились, пожали друг другу руки с экстилем, да, и мы увидели, как в Пекине товарищ Блинкен пожал руку госсекретаря Америки, да, пожал руку Си Цзиньпин. Это говорит о том, что топор войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки именно в июне месяце, значит, закопан, и мы ждем, конечно же, первый этап окончания, значит, русско-украинской войны. Ну, и вот я думаю, что эта встреча положила начало конца этой войны. Поэтому, дорогие друзья, мой прогноз абсолютно сбывается, в июне был заложен, положено начало конца войны. Ну, а июль будет только это развивать свои трапеции, это положение планет указывает на то, что даже если эмоции будут бить через край, да, их можно будет уравновешивать, успокаивать, найти опоры, верные решения, да. Полнолуние в Козероге ставит перед нами ответственные задачи, указывает на то, что, несмотря на мягкость и чувствительность рачьего солнца, стоит держать свои эмоции под контролем и ответственно подходить к вопросам семьи, недвижимости, родственников. Что же касается финансовых дел, то в июле они будут тормозиться, ну, понятно, Венера ретроградная, да, вот сейчас она совсем... Ну, с другой стороны, в июле Марс планета деловой активности будет идти сначала по знаку Льва, а потом с 10-го числа уже по знаку Дивы. Это значит, что многие активные инициативы лучше будут получаться именно в первой декаде месяца, потому что Льв более активный знак и не будет, как бы, ожидать и обнимывать слишком долго свои идеи. С другой стороны, львейный Марс будет помогать вам заявлять о себе, а ярко, в том числе, рекламировать себя, особенно ваши товары, услуги. И когда вам придет знак Дивы, то рекламную кампанию можно даже завершить. Энергия будет немного успокаиваться, да, смелость может поубавляться, и на это место придет трудолюбие, внимательность, концентрация мелочей и деталей. Но, с другой стороны, именно после 10-го июля это лучшее время для того, чтобы подыскать себе новую работу, заняться новым делом. И особенно для тех людей, которые уже давно хотят что-то найти подходящее, то как раз вторая половина июля это лучшее время для профессиональной переориентации и что-то начать с нуля. А когда весь народ пойдет уже на пляж загорать и отдыхать, нужно не терять времени, космические часы направлены, чтобы можно найти наилучшую работу, которую только можно. Ну а, значит, именно руководителям очень хорошо после 10-го июля начать искать новых сотрудников для работы, формировать команду, вы сможете более четко поставить свои задачи. А потенциальные сотрудники смогут эти задачи детально исполнить. Кроме того, в этот период хорошо обучать своих сотрудников новым навыкам или отправлять их на повышение квалификации. Особенно благоприятствует этому обучению наших войск, нашей армии где-нибудь за рубежом на очень важных блацдармах обучения натовскому вооружению, а также самолетам. Если же вы хотите начать делать в период Марса в знаке Девы, то помните, что оно, скорее всего, не будет слишком быстро развиваться, но может потребовать повышенного внимания деталям. Каждая мелочь будет важна, ее нужно будет учитывать. И, конечно, прежде чем запускать какую-то ракету типа Илона Маска или стартап, то нужно будет учитывать каждый нюанс, каждую деталь. 20 июля Марс доберется до напряженного аспекта от Сатурна, поэтому вблизи 20 июля опасность ДТП нечастных случаев, падение самолетов, схода поездов с рельс. Это не самый удачный период для активности, деловых рисков, кроме того, с 21 по 25 июля Венера будет разворачиваться, ветроградное движение, оно будет стационарное, поэтому решать финансовые задачи в эти дни категорически противопоказано. Друзья, 21, 22, 23, 24, 25 июля категорически лучше не делать никаких покупок, вложений каких-то денег финансовых, иначе можете потом пожалеть. Для важной деловой активности период с 17 по 25 июля самый неудачный в этом месяце. Финансовые риски могут оказаться неоправданными, в том числе и 2 числа, когда Венера будет довольно-таки слабой. Поэтому тоже такие напряженные периоды около 2 числа, около 2 июля, 1, 2, 3 даже, я бы так сказал, с 1 по 3. В любом случае, в первых числах месяца могут быть неожиданные ситуации с вашими деньгами, а в 20 числах торможение, застревание средств, вложились куда-то, куда-то деньги не проходят. В банковские карты у вас могут неожиданно пропасть деньги. Поэтому лучше обходите эти стороной дни и не совершайте важных переводов. Например, блокчейны могут не сработать и какие-то сложные ситуации по биткоину. Поэтому там все нестабильно. А в плане Венеры, да, она в знаке Льва дает взрыв чувств, яркое проявление своих симпаний, широкие жесты, желание привлечь внимание. Это время, когда знакомиться очень легко, особенно на каких-то курортных романов заводить. Но люди будут требовать повышенного внимания к своей персоне. Венера во Льве – период рассвета всех наших нарцистических частей личности, когда у нас будет большая потребность в знаках внимания, чем обычно. Особенно это касается знаков огня, львов, стрельцов, а также овнов. Венера в знаке Льва будет находиться еще долго, очень долго. Так уж в конце июля 23-го года повернет электроградное движение. Венера заставляет возвращаться к бывшим любимым партнерам, поэтому кто хочет давно вернуться к своей жене, то последняя декада июля очень благоприятствует этому восстановлению браков, ожиданий. В любом случае нужно решать нерешенные в прошлом проблемы в отношениях, а также в деловом партнерстве. Поэтому деловые партнеры, которые расстроили свои отношения давным-давно, могут их возобновить. В июле 23-го года пересматривайте ваши отношения и делать правильные выводы, очень благоприятно. Это не самый удачный месяц для завязывания новых знакомств, нового делового партнерства, потому как в ближайшем будущем вы сможете серьезно поменять отношения к человеку или людям, вашим партнерам. Ну и, так скажем, первая декада, я бы так сказал, первая половина месяца, это чуть ли не последняя возможность выйти замуж, бракосочетание хорошее совершить, потому что ретроградность Венеры будет чуть ли не до конца года потом. Дорогие друзья, обращайтесь к Владу Россу, ссылочка под описанием этого видео, заходите на мой сайт, когда лучше всего назначить дату свадьбы. Потому что можете на ретроградной Венере и не иметь счастья в личном браке, в личных отношениях. В любом случае, Венера во Льве будет давать возможность как можно больше транжирить деньги, поэтому нужно немножко экономить. С другой стороны, при ретроградной Венере в целом ознакомиться можно, но все-таки держать в голове тот факт, что не то золото, что близки. Поэтому очаровываться в ближайший месяц не стоит, а стоит относиться к новым знакомым, с вами очень спокойно, без ожиданий. Кстати, не исключено также, что вы можете встретить человека, с которым когда-то пересеклись просто в какой-нибудь поездке или ущелье вместе. Но тогда, например, у вас не возникло отношений каких-то, но сейчас они могут возникнуть. Под влиянием ретроградной Венеры вы можете посмотреть на этого партнера совершенно иначе, и вдруг вы любитесь у него. В июле многие планируют путешествия и поездки с разными целями. На ретроградной Венере очень хорошо ездить в те же самые любовные и романтические места, где вы были своим парнем, мужем, любимым, любовником или любимой. Все это способствует особенно всякого рода пляжи, Венера во Льве, Лев – это знак песка, солнца. Большую часть месяца также Меркурий будет по знаку Льва уйти, усиливая желание, получать яркие впечатления, полезные знания. Поэтому, если ваше хобби связано с путешествием, с транспортом, вас будет особенно тянуть в дорогу. Ну и пока Меркурий у нас... Ва Льве будет, да, то это лучший месяц для покупки суперклассных машин, типа Бугатти, Феррари, там, я не знаю, Ауди А8, там, или Ю8. В общем, там суперклассные, супернавороченные тачки, да, можете покупать, и это будет считаться очень хорошим вложением средств. Да, пока Меркурий будет в зодиакальном знаке Льва. Но вот когда будет Меркурий напряженной, то лучше в эти дни не начинать путешествия, особенно 10, 17, 23 июля, опасности, несчастья в дороге, либо багаж можете потерять, задержки какие-то, препятствия, да. Благоприятные дни для поездок это, особенно комарям, водоемам, 1, 2, 7, 8, 16, 28 числа. В санаторий куда-нибудь 7, 8, 28, поездки куда-нибудь в горы 3, 4, 30, 31, походы пешком или в Багандачу, близкие путешествия с 9, 29, очень благоприятные. Театры, концерты, парки, аттракционы 1, 2, с 11 по 13, 24, 25, 28 числа. Тренинги, конференции, семинары, знания, да, командировки 1, 2, 6, благоприятные числа, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 28. Самые неблагоприятные дни для отъезда, вот в эти дни я не советую вам брать билеты, поезд, самолет, ну а всегда приличная консультация, я могу вас проконсультировать в годовом соляре, когда лучше всего ездить лично для вас в зависимости от вашей даты, времени и места рождения. Но в целом 5, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27 числа не очень благоприятны для того, чтобы выезжать. Ну и напоследок об этом сложном месяце июля, значит, о сложных датах. В этом месяце основным сложным периодом будет эстетичность венера с 21 по 25 июля, да, эстетическая венера затормозит все процессы, которые связаны с темами. Это красота, бьюти-индустрия, покупки, деньги, отношения, партнерство. Поэтому, дорогие друзья, и кто хотел себе сделать давно бьюти-операцию какую-нибудь, да, или косметические процедуры, успейте это сделать в первой половине месяца. Во второй половине месяца может вам даже суперклассная хирург сделать не ту грудь, да, понимаете. Она нам обвиснет или лопнет потом у вас, да. Поэтому с 21 по 25 числа особенно не стоит обращаться к врачам, да, не стоит обращаться к стоматологам, которые, ну, хотят ваши зубы красивыми сделать, там, жемчужными какими-нибудь. Ну, в любом случае, пересматривать в это время очень благоприятно прежние контракты, да, вот, задавать вопросы о каких-то пересматриваниях финансовых дел. Ну, это как раз вот после 25 июля уже, по 31, очень благоприятно пересматривать финансовые взаимоотношения. Также нас ожидает очень жесткий напряженный аспект Марса и Сатурна, он ожидается 20 июля. Но это вообще катастрофа какая-то может быть, в том числе и техногенного свойства. Поэтому, дорогие друзья, где-то примерно с 15 по 25 июля это самый опасный период для техногенных катастроф. Этот транзит бывает примерно раз в два года и также связан с торможением или отсутствием тормозов. В прямом и переносном смысле слова, ваш автомобиль может терять тормоза. Поэтому в дальней поездке тоже очень сложная ситуация вблизи 20 июля и ездить. Да, и активность Марса в это время встречает сопротивление Сатурна. И ритм в жизни может напоминать либо сплошные остановки препятствия, либо, если вы мчите на большой скорости, у него невозможность вовремя затормозить. Да, очень жесткая позиция Марса и Сатурна. И вот это что-то будет и на фронте, на войне очень ожесточенное сопротивление. Ну и самое большое количество потерянных танков, потерянных БМП, взрывов. Может ожидаться именно в 20 числах июля. И там могут даже подбиты быть очень важные мосты типа Керченского моста. В предыдущий раз транзит Марса и Сатурна имел на небе 1 июля 1921 года. И, как вы помните, именно началась кампания по захвату... Россияне говорят, что это Артемовская. То есть за завод шампанских вин Артемовская. Кто выиграет в этой войне за завод шампанское, тот победит. Поэтому, да, именно на предыдущем противостоянии в июле месяце началась очень большая первоправительная война до потери... До последнего русского, я бы так сказал, Левагнера под Бахмутом. Как раз ровно год назад это все происходило. Но тогда еще комбинировалось самым напряжением с Ураном. Поэтому неживности было больше. В этот раз уже останется все это в стороне. Но напряжение все же сохранится. Есть риски нестабильности в обществе. Конфликтов разного рода. Природных техногенных катаклизмов. Вплоть до того, что могут взрываться всякого рода аммиачные залоги. Будьте там. Тут и химия может попахивать. Тем более Нептуна становится связанной с химиэритрограном в этом месяце. Будьте осторожны вблизи данного транзита, так как аварийный и травмоопасный довольно-таки транзит. Если он заденет каким-то образом вашу натальную карту, могут быть самые неприятные последствия. Ну, индивидуально вы, конечно, всегда можете обратиться ко мне, чтобы я четко понимал, действительно может этот транзит ударить по вашей судьбе или нет. Но если вы рождены все же вперед с 18 по 21 июля, с 27 по 29 ноября, с 24 по 26 февраля, с 26 по 28 мая, то вас этот транзит может коснуться прям совсем ужасным образом. Ну и воины наши, кто родился в эти даты, лучше собой не рискуйте. И в эти дни будьте весьма осторожны. Напряженный транзит Марса-Сатурн сделает напряжение на ваше Солнце, как раз для тех людей, которые родились в эти даты, которые я лучше перечислил. Поэтому во второй половине июля травмоопасность разного рода ограничений и препятствия будут попадать в ваши прогнозы с большей вероятностью. Если у вас имеются любые планеты в этих сферах, это уже индивидуальная консультация. Кроме Солнца у вас могут находиться там Марс, Сатурн, Меркурий. То вам могут, конечно, ударить по вам очень серьезным образом, в том числе и по карьере. На любом случае обращайтесь ко мне. В консультациях личных вы можете узнать всю свою судьбу поднагодную, психологический портрет личности. Все, что вы собой представляете, ссылочка под описанием этого видео на мой сайт. Влад Роском Юэй. Заходите и заказывайте персональные ваши гороскопы. Ну и что в этом месяце напоследок хотелось бы сказать. Рекомендуется заниматься скрупулезными делами, которые важна каждая деталь. Начинать, например, какие-то механические трудно-технические проекты. Искать новую работу, набирать новый персонал. Именно в июле месяце, как ни странно, а не в сентябре. Наводить порядок в делах и во внешнем пространстве. Повышать квалификацию. Заниматься очень важными семейными вопросами. Потому что Меркурий соединяется с зодиакальным знаком рака. Обещать родственников. Решать старые вопросы финансов. Возвращаться к старым способам заработка. Восстановление в том числе и партнерских отношений. И пересматривать свои отношения с бывшим мужем или с женой. Можно возвращаться вновь, если вы чувствуете, что зря поторопились и разошлись. На Ветроградной Венере повторный брак между одними и теми же людьми рекомендуется. Поэтому, если кто хочет пожениться повторно. Очень самое благоприятное время. Это конец июля, начало августа. Не рекомендуется в этом месяце решать новые важные финансовые вопросы. Вообще создавать какие-то совершенно новые бизнесы. Начинать новые проекты, которые связаны с темами красоты, косметологии, отношений. Например, бутик лучше в этом месяце не открывать. Либо надо успеть его открыть до 15 числа. Я вам подскажу, какая наиболее оптимальная дата. Значит, знакомиться для серьезных отношений тоже не стоит. Но на ура будут происходить всякого рода вечеринки в ночных клубах. Ну, я думаю, если все-таки такая возможность присутствует. Но знаю, что несмотря на комбинатский час они происходят, благоприятно делать крупные покупки. Особенно в том смысле, что вы хотите на будущее вложиться в какую-то недвижимость, чтобы она давала какой-то большой рост. При Марсе в дереве, ну, это будут наоборот какие-то проблемы, нечтенные нюансы, мелочи, которые дадут вам возможность иметь успех в недвижимости. Да, значит, какую-то большую важную покупку. Ну, а с вами был Влад Рос. Июль месяц очень такой интересный, насыщенный. Там многое, что может неожиданно свершиться, особенно в 20-х числах. Обязательно, дорогие друзья, подписываемся на канал, ставьте колокольчик, да, не пропускайте. Алгоритмы Ютуба показывают, что только благодаря лайкам мы сможем выживать, да. И если вы не поставите лайк, то, скорее всего, следующей передачи у нас не будет с вами на август месяц. Поэтому, дорогие друзья, значит, поставьте обязательно лайк, иначе мы с вами не увидимся. А с вами был Островок Вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok